Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Проблемные вопросы промышленного комплекса Брещена обсуждали в Барановичах. Мониторинговая группа во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем встретилась с руководителями предприятий Брестской области. Мы живы памятью своей. В Брестской области проходят торжественные вручения юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Мы, граждане Беларуси. 15 марта страна отмечает День Конституции Республики Беларусь. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Рабочее совещание по проблемным вопросам промышленного комплекса Брещены состоялось на текущей неделе в городе Барановичи. Мониторинговая группа под руководством председателя Совета Республики Михаила Мясниковича обсудила меры по развитию экономики региона. Напомним, данная группа была создана в конце февраля текущего года по решению президента Беларуси Александра Лукашенко. Ее основная задача – выработка конкретных предложений социально-экономического развития страны. Прошедшее совещание не первое в таком формате. До Брещены подобные встречи были проведены в Могилевской, Витебской и Минской областях. В ближайшие дни планируется рассмотреть вопросы ряда гомельских и гродненских предприятий. Подробности в материале Анастасии Стропко. В совещании на Брещене приняли участие представители республиканских органов управления, министры и заместители министров, руководство Брестского облсполкома и ряда городских исполнительных комитетов, а также руководители отдельных предприятий области. Открывая заседание, Михаил Мясникович попросил участников сконцентрироваться не только и не столько на отчетах, сколько на детальном рассмотрении проблемных вопросов, как системных, так и индивидуальных, и выработке подходов по их решению. Одной из главных задач сегодня остается переориентация рынков сбыта. Однако решить ее с наскока не получится. Слишком большая конкуренция. Изначально мы были рассчитаны на то, что российский, украинский, белорусский рынок – это наши рынки. Ну, все мы знаем, какая сейчас ситуация на сегодняшний день, поэтому мы оперативно перекладываемся мы в сторону Европейского Союза. Надо сказать, что сам Европейский Союз, и как рынок достаточно насыщенный, достаточно сложная ситуация, для того, чтобы войти туда, ну, в течение какого-то быстрого периода. Вместе с тем существует еще достаточно серьезная проблема по входу на европейский рынок – это заградительная пошлина со стороны Европейского Союза. По нашему продукту это от 8 до 12 процентов, и эта сумма достаточно большая. Тем не менее, работаем, мы рассчитываем в течение этого года выйти на достаточно серьезный объем, сравнимый с поставками в Российскую Федерацию. Представители бизнеса уверены в том, что выход из сложившейся непростой ситуации получится найти только работая сообща, а потому и от встреч в подобном формате в первую очередь ждут конструктивного диалога. Руководитель Барановичского автоагрегатного завода Виталий Юркевич выразил уверенность в том, что сложившееся положение дел – не повод опускать руки. Наоборот, как раз сегодня важно работать с максимальной отдачей. Бывают разные ситуации, простые, непростые, но с любой ситуацией, наверное, есть выход. И вот эти выходы нужно искать сообща, наверное, не только предприятиям, но и в целом всем людям, которые заинтересованы в благосостоянии нашей страны. Поэтому наши предприятия, они являются в этих сложных экономических условиях, я бы сказал, даже экономических войн, являются нашими фортпостами для того, чтобы для достижения нашего же благосостояния. Поэтому, естественно, и внутри предприятия нужно проводить работу по совершенствованию систем управления, управлению своими расходами, финансами. Да, это очень важно. Нацеливать на это людей, мотивировать. Ну и страны государства надо анализировать ситуацию, складывающую это в мире, и помогать, наверное, предприятиям. Руководители предприятий признают, что необходимо совершенствовать систему управления расходами и финансами предприятий, мотивировать на это людей. Вместе с тем рассчитывают и на двустороннее эффективное взаимодействие действия реального и финансового секторов экономики. Анастасия Стробко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Работа таможенных служб с каждым годом претерпевает существенные изменения. Время неумолимо бежит вперед, ставя перед представителями ведомства новые задачи, тем самым определяя путь дальнейшей работы. Особое место в реализации направлений отводится внедрению новых передовых технологий, позволяющих не только экономить время на прохождении границы, но и приумножать бюджет области и страны. Последнее ноу-хау, внедренное пока в тестовом режиме, смогли оценить на этой неделе руководители транспортных организаций Брестской области. В рамках совещания членов Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков на базе Брестского филиала республиканского унитарного предприятия Белтаможсервис состоялся день открытых дверей. В ходе мероприятия участники смогли познакомиться с инфраструктурой и техническими возможностями транспортно-логистического центра Брест Белтаможсервис-2. Подробнее в материале Анастасии Недрин-Плотницкой. На этой неделе на базе нового терминала транспортно-логистического центра Брест Белтаможсервис-2 состоялся день открытых дверей для участников совещания организованного ассоциацией БОМАП. Руководители транспортных организаций Брестской области, выполняющих международные перевозки, ознакомились с инфраструктурой, техническими возможностями и технологиями работы ТЛЦ, а также порядком прохождения границы в рамках эксперимента, проводимого Государственным Таможенным комитетом, который, к слову, уже успел зарекомендовать себя как практически применяемое ноу-хау. Бестранзитное перемещение товаров между пограничным пунктом пропуска Козловичи и терминалом Брест Белтаможсервис-2 пока работает в тестовом, но весьма экономичном режиме. Если раньше автомобили простаивали в очереди несколько часов, ожидая оформления необходимых документов, то сейчас эта процедура проходит в три раза быстрее – в среднем за час. Данный порядок позволил сократить время нахождения транспортных средств в пункте пропуска Козловичи и, соответственно, сократил время на проведение таможенных формальностей, связанных с завершением процедуры таможенного транзита. В настоящий момент данный порядок действует в отношении товаров, доставляемых в адрес Белтаможсервис. После проведения данного эксперимента и получения положительных результатов он будет распространяться на других субъектах хозяйства. Суть уникального в своем роде эксперимента, продемонстрированного участником образовательной встречи, незамысловато. Теперь товар не помещается под процедуру таможенного транзита. Его ожидает хранение на специальном складе. Непосредственно здесь проходит таможенное оформление, после чего доставкой товара уже занимаются не автомобилисты иностранцы, а перевозчики стран таможенного союза. Пока такая мера применена только к скоропортящимся продуктам, в отношении которых приходится дополнительно проводить фитосанитарный контроль. Инициатива уже доказала свою востребованность. Терминал способен принимать до 300 автомобилей и обрабатывать до 6000 тонн грузов в сутки. Если мы на этой трассе создадим более экономические и в первую очередь экономические, потом скоростные и так далее, более лучшие условия работы, чем сопредельных государств, той же Прибалтики, также здесь будут двигаться грузы, также пойдет грузопоток. Цель основная – это создание комфортных условий и лучших условий по сравнению с другими альтернативными маршрутами. Участники совещания ознакомились со всеми возможностями, доступными благодаря открытию нового ТЛЦ «Сегодня». За сравнительно небольшой промежуток времени на базе небольшого строительного участка развернулась целая проектная инициатива. Цифры и объекты говорят сами за себя. 12 ворот для единовременной выгрузки-погрузки машин, более 11 тысяч паллет единовременного хранения, порядка 15 тысяч квадратных метров складов. На высоком уровне о себе заявляет и дополнительная инфраструктура, созданная в комплексе. Кроме всего вышеперечисленного, на базе ТЛЦ «Брест Белтамош-Сервис-2» работают кафе, станции технического обслуживания, мойка, а также гостиничный и административно-бытовой комплексы. Посмотрев и оценив созданные на базе нового филиала условия, члены Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков, непосредственные пользователи системы, выносят свой вердикт. Новый центр станет отличным подспорьем в работе не только зарубежных, но и отечественных транспортных структур, позволяя экономить не только время, но и финансы. Сейчас увеличивается количество потока сборного груза. Естественно, очень важно, чтобы он уже до потребителя шел в хорошем виде для реализации и так далее. Поэтому вот эти логистические центры, мы надеемся, что они как раз будут привлекать вот этот транзитный грузопоток с тем, чтобы дальше уже на территорию таможенства он уже шел очищенный в таможенном плане, укомплектованный, сертифицированный и так далее, и доставался непосредственно до получателя. На сегодняшний момент очень высокая конкуренция за вот эти грузы, за возможность работать на этих направлениях. И здесь белорусским перевозчикам нужно быть в курсе событий. Мы должны сами видеть эту технологию. Мы должны убедиться в том, что мы способны конкурировать с западными перевозчиками, в том числе с польскими, с литовскими, с российскими перевозчиками. И мы должны вот этот кусок хлеба, который сегодня не принадлежит нам забрать, для того, чтобы выполнить задачи, которые ставит нам глава государства, правительство по увеличению экспортной выручки. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Их остались единицы. Тех, кто видел своими глазами настоящие кровопролитные бои. Тех, кто внес свой посильный вклад в счастливую и мирную жизнь ни одного поколения потомков. Ветераны Великой Отечественной войны. Гордость нашей страны – пример отваги, невероятной силы духа и мужества для белорусского народа. Сражения закончились, а история вечна. Те, кто были солдатами, те, кто самоотверженно трудился в тылу, и те, кто находился в оккупации, они живые свидетели истории. Участников страшной войны в городе Надбугов в настоящее время проживает 456 человек. Каждый из них заслуживает особого уважения и внимания. В 70-й год Великой Победы над фашизмом за заслуги перед Отечеством, ветеранам войны и ветеранам труда на этой неделе были вручены юбилейные медали. Тему продолжит София Бережная. Поколение 21 века никогда не дышало злой и дымом сожженных поселков и деревень. Не слышало сигналов воздушной тревоги, скрежетов винтовочных затворов. О войне 41-го молодые люди знают лишь по учебникам и рассказам старших. А многие из сегодняшних ветеранов были еще мальчишками и девчонками, когда им пришлось столкнуться лицом к лицу со страшной трагедией, ворвавшись в спокойную и размеренную жизнь. Но осознавая причастность к судьбе своей родины, они добровольно шли защищать ее от сурового врага. Григорий Михайлович Чусовитин с первых дней войны был не просто ее свидетелем, а участником. Воевал в ряду солдат с северо-западного фронта. О войне сегодня ветеран рассказывает со слезами на глазах. Боль потери боевых товарищей, воспоминания о трагических событиях, свежи в его памяти до сих пор. Война – это страшно. Потому что человек рожден, тот другой. Он жить должен. А тут на его пути стоит вот такая сила. Как была в свое время самая страшная в истории нашего государства – это фашизм. И сколько вот он много наделал. Вот это самое страшное было. И людей сколько погибло. Мне тебя сравнить бы надо с песней Соловьиной. На войну шли и девушки в совсем юном возрасте. До страшных событий они совсем иначе представляли свою судьбу. Но вызов врага не оставил им выбора. В 17 они уже были солдатами. Ходили в атаку, в разведку, выносили из огня и спасали раненых. Беспощадная и жестокая война 41-го отняла у них счастливые молодые годы. Долг перед Родиной обязал пойти в бой. Они воевали, но всегда верили в победу. Шли к ней до конца. Сколько вам лет было? 19. Я в 43-м году пришла. Добровольцем. Меня не брали. Говорили, вы совершенно летняя. Были трудности, было и хорошее все. Все хорошо. Победу я встречала, день победы под городом Бреславу. 8 мая мы еще отмечали день победы. В преддверии 70-й годовщины Великой Победы над фашизмом в Бресском городсполкоме, в администрациях Московского и Ленинского районов, ветеранам, сражавшимся за жизнь и свободу, а также тем, кто восстанавливал страну после военной разрухи, в торжественной обстановке были вручены юбилейные медали. В адрес героев в эти дни звучали искренние слова благодарности и поздравлений от руководства города, представителей общественных объединений, учащихся школ и студентов. Сегодня заметно резеют ряды фронтовиков, и поэтому особенно важно ветеранам, которые и по сей день преданно служат Отечеству, проявлять как можно больше внимания. Конечно, награда – это здорово, но все-таки самое лучшее для ветерана, да, для всякого человека, наверное, определенного возраста – это внимание. Это внимание. Мы провели, уже закончили обследование всех условий их проживания. Сделано максимально. Скажу так, что около 300 миллионов рублей только из городского бюджета в этом году до Дня Победы пойдет на совершенствование их материальной базы. Где-то надо ремонтик сделать небольшой косметический, кому-то поменять окно, кому-то надо сделать ограждение в заборе и так далее. Эта работа ведется на системной основе у нас в городе. Но я повторюсь, все-таки самое важное, чтобы ветеран Великой Отечественной войны чувствовал себя востребованным, чувствовал себя, как говорится, интегрированным в нашу общественную жизнь нашего города. И 9 мая эти мероприятия не закончатся. Не видавшие ужасов и потерь тех лет, потомки Героев Великой Отечественной испытывают огромное уважение к ветеранам. Ведь под угрозой смерти они боролись за свободу своей страны и спокойствие ее жителей. Они делали все возможное, чтобы защитить родину от врага. Пройдя суровой тропой войны, советские солдаты пришли к долгожданной победе. Перед ними сегодня мы преклоняем колени, беря у них уроки мужества, жизнелюбия и стойкости. Чествую и восхваляю. 15 марта – День Конституции Республики Беларусь. Уже по традиции, накануне одной из главных дат государства в Синеке стартует акция «Мы, граждане Беларуси». Патриотическому проекту 10 лет и направлен он на формирование активной гражданской позиции у молодежи. Ежегодно в канун государственного праздника юноши и девушки страны получают главный в жизни документ – паспорт. На днях на базе музея лицея номер один имени Пушкина такой чести удостоились лучшие ученики Московского района города. В этот же день эстафету переняла администрация Ленинского района. В марафоне патриотических торжеств приняла участие наш корреспондент Виктория Драгобецкая. Я получаю паспорт первый раз и для меня это очень важное событие, которое вызывает у меня бурю эмоций. И я очень волнуюсь перед этим важным событием. Виталий Рахлей – один из 13-14-летних ребят, которым в торжественной обстановке были вручены главные для гражданина любого государства документы. Документы, которые не только удостоверяют личность, но и открывают двери во взрослую жизнь. Своенопутствие юношам и девушкам перед началом ответственного жизненного этапа дали представители БРСМ, общественных организаций, ветераны, а также глава администрации Московского района Вадим Кравчук. На церемонии он вспомнил о том, какие эмоции испытал, получив в руки свой первый паспорт. Когда я получил свой первый личный паспорт, для меня была очень высокая ответственность за дальнейший свой жизненный путь. Потому что открываются совершенно другие ворота, совершенно другое. Поэтому сегодня у ребят очень важный был и ответственный день. Как Конституция в Беларуси – основной закон для жизни страны, так и паспорт для человека тоже – основной документ. И это не потому, что без него никуда. Но паспорт – это еще принадлежность гражданина к определенной стране. Безусловно, все 13 ребят достойно выдержали экзамен на гражданскую зрелость. И в дальнейшем будут гордо нести звание гражданина своей страны, отстаивая ее независимость и право на светлое будущее. Такое мнение в поздравительной речи в адрес виновников торжества высказал Эдуард Димовец, ветеран Великой Отечественной войны. На мероприятие он был приглашен не случайно. В 70-й год Великой Победы бывшему узнику концлагеря Заксенхаузен Вадим Кравчуг вручил юбилейную медаль. Эдуард Михайлович уверен – современная молодежь ценит мир и спокойствие, которое 70 лет назад ценой своей жизни подарили советские солдаты. Напутствуя эту молодежь, хотелось бы сказать, чтобы она была всегда готова, уже начиная с 16-15 лет, так как и наши поколения пошли в войну, чтобы они были готовы на любой подвиг ради своей родины, ради своей семьи, ради своего угла, где они родились. Это очень важно. Площадка у памятника воинам-артиллеристам 131-го полка, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Брестской крепости, стала следующим плацдармом торжеств, приуроченных ко дню Конституции. Среди присутствующих – представители администрации Ленинского района, ветераны, а также учащиеся и работающие молодежь. После выступления главы администрации Ленинского района Дмитрия Городецкого и возложения цветов и венков к памятному знаку, состоялась торжественная церемония принятия новых представителей в ряды общественной организации БРСМ. Среди 12 получивших билет значок и конституцию – Анастасия Равенец. Накануне Дня Конституции было очень важно получить этот билет. Я буду прилагать все возможные усилия, чтобы участвовать во всех молодежных организациях. Это очень знаковое мероприятие, так как после завершения выступления в Союз молодежи, после митинга возложения цветов, мы планируем провести также трудовую акцию, навести немножко порядок на территории Патриотического центра исторической реконструкции строящегося. Священная земля цитадели не случайно была выбрана для проведения патриотической акции в таком нестандартном ключе. Сегодня на этой территории развернулось строительство Молодежного патриотического центра исторической реконструкции. По словам Дмитрия Городецкого, в год 70-летия Великой Победы уголки Бреста, связанные с подвигом мужества наших ветеранов, пожалуй, закономерный выбор для проведения торжеств, посвященным государственным праздникам страны. И День Конституции не исключение. Название нашей акции «Мы славим победу с трудом». То есть не просто, скажем так, получить билеты и, скажем так, поздравить их, но и внести, скажем так, посильную лепту в то великое, я считаю, большое дело, которое общими усилиями делается – это создание этого замечательного объекта. После официальной части акции новоиспеченные представители БРСМ приступили к наведению порядка на прилегающей территории. Есть надежда, что проведение таких мероприятий станет своеобразным воспитателем патриотических чувств у молодежи, которая будет гордо нести звание гражданина Республики Беларусь. Виктория Дорогобедская, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном, интересном. Автограф, по сути своей, является обычным рощерком пера, зачастую сделанным на листе бумаги практически мимолетно, словно между делом. Но значит, несколько таких букв могут очень много. Чаще всего так бывает, когда человек, оставивший чернильный рощерк, знаменит. Порой за таким письменным доказательством общения со звездой разворачивается настоящая охота, а получивший его становится едва ли не самым счастливым поклонником актера, певца или политического деятеля. Для города над БУКом во многом благодаря его выгодному географическому расположению приезд знаменитости не редкость. Потому вполне логично было бы предположить, что количество оставленных здесь автографов на память велико. И это действительно так. Убедились в этом и сотрудники городского музея Брест-театральный, которые собрали не один десяток письменных и фотодоказательств общения берестейцев с обитателями звездного небосклона. Тему продолжит Анастасия Стропко. Экспозиция в музее Брест-театральный для удобства посетителей поделена на секции, где фотографии и автографы знаменитых творцов музыкальных произведений, театральных и политических деятелей, спортсменов, а также мастеров кисти и слова собраны отдельно. Все они когда-то приезжали в Брест. Доказательство тому зафиксировано на фотопленке. Все черно-белые снимки сделаны именно в городе над Бугом. Юные экскурсоводы, учащиеся 12-й школой, хоть и заметно волнуюсь, но точно с гордостью рассказывают о жизненном пути звезд, имена которых красуются на стендах выставочного зала. Это великий танцор. Его зовут Махмуд Асамбаев. И он родился 15 июля в 1924 году. Он очень великий танцор, его танцы никто не может повторить. Он еще создал свой ансамбль. Когда ему было 7 лет, он танцевал на свадьбе. Когда ему исполнилось 8, он с местным цирком ехал по другим селам и городам. Я буду рассказывать про Людмилу Георгиевну Зыкину. Она была на гастролях в 92 странах мира. С самого рождения Зыкина любила петь. И когда она выступала на сцене, все ее песни назывались Зыкинскими, несмотря какой автор был у этих песен. Она была очень популярной, и ее все любили. Особая гордость коллекции лично директора Музея Брест-театральной Анны Ковалевой документы с подписью одной из самых известных женщин 20 века, министра культуры Советского Союза Екатерины Фурцевой. Конечно, гордость это Екатерина Фурцева, потому что это единственная женщина, которая, как ее называли, единственная женщина на Мавзолее, потому что она была член ЦК Президиума. И во времена всех торжеств, на праздниках, когда проходили демонстрации, все правительство стояло на трибунах. Вот среди этих всех мужчин стояла одна-единственная женщина. Ее еще называли в памяти Екатерины Второй, Екатерина Третьей. Она, конечно, кроме этого была еще потом министром культуры. Вот у нас здесь представлен такой столик министра культуры. Она сделала очень много, все перечитать просто нереально и невозможно. Весна в понимании многих из нас ассоциируется с нежностью, мечтами и, конечно же, красотой. Это время преобразования, расцвета и даже некого обновления давно привычных и знакомых нам вещей. Слова «весна» и «женщина» неразделимы. Скажешь «весна» – вспомнишь женщину, а скажешь «женщина» – вспомнишь весну. Наверное, именно поэтому в такую теплую и очень солнечную пару года традиционно проводятся конкурсы красоты. В этот раз главную красавицу вуза выбирали в Брестском государственном техническом университете. О том, кто они – главные героини вечера, а также какие перспективы открываются перед победительницей конкурса «Грации» и «Артистизма» – подробнее в материале Анастасии Назрин-Плотницкой. Накануне на базе средней школы номер 24 состоялся финал университетского этапа конкурса «Королева весна-2015». Лучшую красавицу БРГТУ предстояло выбрать компетентному жюри, в состав которого вошли сотрудники вуза, а также настоящие знатоки красоты «Грации» – представители ведущих популярных косметических компаний страны. Такой состав – тенденция, продиктованная временем, ведь на кону – серьезные перспективы. Победительница университетского тура представит вуз сначала на областном, а если удача улыбнется, то и на республиканском этапе. Семь девушек решили побороться за звание «Лучшее» и получить звание «Королева весна». До этого был отбор, и часть девушек уже отсеялась. Конечно, требования предъявляются, как и на конкурс красоты международного уровня, рост, внешние параметры, творческие данные. Конкурс придает уверенности в себе, потому что действительно все девушки, которые принимают участие в этом конкурсе, они, скажем так, переступили какие-то свои страхи. И действительно, они уделили времени подготовке именно себя к конкурсу, то есть своему какому-то саморазвитию. Конкурс «Королева весна-2015» – хорошая возможность для участниц проявить всю гамму своих талантов и профессиональных качеств. Организаторы постарались, чтобы все испытания были разноплановыми, а потому каждая красавица могла показать, что она умеет делать лучше других. Как рассказывают сами участницы, подготовка к конкурсу была напряженная, но интересная. Желание было большое сюда попасть, потому что это было интересно, это что-то новенькое, особенно для первого курса, когда ты пришел еще в университет. У тебя все интересно, все новое, но хотелось бы попробовать здесь, как бы поучаствовать. Ну, как-то интересная сама подготовка, это даже как-то вот группу включает вместе, все вместе мне помогали готовиться. Бесспорно, все девушки, принявшие участие в конкурсе, красивы, стройны, а главное, у них есть стремление добиться чего-то в жизни, есть цель. Поэтому не столь важно, кому достанется роль победительницы. Конкурс подарил девушкам приятные воспоминания и хороший опыт работы в коллективе, который обязательно пригодится им в будущей профессиональной жизни. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бугинформ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни», а я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В воскресенье 15 марта территория Беларуси будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов. Они сыграют основную роль в погоде региона. Выходной день будет пасмурным, ночью синоптики прогнозируют дождь, а в течение дня – влажный восточный ветер. Температурный фон будет колебаться в пределах 4-6 градусов в ночные часы и 10 со знаком «плюс» днем. Облачная с прояснениями погода ожидает берестейского жителя в понедельник, 16 марта. Будет сыро, дождь не предполагается, но порывистый юго-восточный ветер не позволит вдоволь насладиться прелестями комфортного дня. До 5 градусов со знаком «плюс» температура воздуха в ночные часы, до 10 градусов прогреется воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин